Спонсор программы. Спортивный клуб. Компания Норникель. Спортивный клуб. Победитель всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ-регион-2017. Спортивный клуб. Программа, в которой мы стараемся рассказывать о спорте по-человечески. Меня зовут Горгий Оргян и вы узнаете о самых интересных спортивных событиях недели. Главная тема программы. Алексей Бугаев принес первое золото для края на Паралимпиаде в Южной Корее. Герой программы, конечно же, наш чемпион Алексей Бугаев и регбистка Красного Яра Екатерина Банкерова. Итак, первое золото для края на Паралимпиаде в Южной Корее добыто. Это сделал молодой красноярский горнолыжник Алексей Бугаев. Он завоевал уже две награды. Алексей принес в сборную России золото в суперкомбинации, а на следующий день стал вторым в гигантском слаломе. Спортивный клуб узнал, в каких условиях выступает спортсмен и почему у него забрали телефон. Я ждал этого. Это должно было быть золото. В победе сына Сергей Алексеевич даже не сомневался. За выступлениями следит по телевизору, но каждый раз пишет ему в Корею ни пуха, ни пера. Родители привели ребенка в секцию с шести лет с тех пор, как он увидел тренировку юных горнолыжников. У Алексея аномалия правой кисти. Из-за этого он не может крепко держать лыжную палку. Однако это не мешало ему ни в спорте, ни в общении. Во многом благодаря подходу родителей. Знаете, мы старались сразу этого не замечать и воспитывать, и все, относиться к нему как к полностью здоровому ребенку. Он всегда общался с здоровыми детьми, занимался спортом со здоровыми, выигрывал в дорогах всегда. И у него не было, и никто не замечал этого комплекса. На Олимпиаде в Сочи 16-летний Алексей стал неоспоримым чемпионом. Взял медали во всех пяти дисциплинах, где выступал, в том числе два золота. И вот, ровно четыре года спустя, ситуация повторяется. Мало кто знает, но в Корее он поехал с едва залеченной травмой. Год назад повредил связки колена. Но это не помешало вновь стать олимпийским чемпионом. В альпийской комбинации он опережает француза Артура Боше на полсекунды. И на следующий день снова успех. Уже в гигантском слаломе серебряная медаль. Леша, вчера ему дали телефон на полчаса. Он уже в группу пишет сообщение. Спасибо всем. В центре адаптивного спорта выступление титулованного воспитанника смотрят всем коллективом. Говорят, на расстоянии болеть сложно. Тем более прямой связи с Алексеем нет. Тренер выдает ему телефон всего на час в сутки. Объясняет, чтобы ничего не отвлекало от стартов. Ведь нервотрепки и так хватило. Международным параллельским комитетом было сделано все для того, чтобы ослабить нашу команду. Это было понятно всем. Мы не получили дополнительных соревновательных стартов. Ребята не выкатались настолько, насколько они должны были быть выкатаны. А сейчас ситуацию усложняет погода. В Хенчхане больше 20 градусов тепла и дождь. Для горнолыжников это катастрофа, говорит мама Алексея Татьяна. Она полетела на Олимпиаду с сыном. И вместе с собой насчитала на трибунах всего 7 российских болельщиков. Но оба знают, что по ту сторону экрана за них переживает вся страна. Эмоции захлестывают в этом плане, что он чувствует эту поддержку. Он чувствует энергетику нашей России, нашей страны. Все делает, конечно, чтобы оправдать надежды болельщиков. По словам Татьяны Александровны, свой медальный план Алексей еще не выполнил. Уже завтра он выступит в любимой дистанции с лалами. И на финише от него ждут только золото. Во время тестовых соревнований универсиады по горнолыжному спорту в Бобровом Лагу не все спортсмены справились со скоростью и непривычно жесткой трассой. Некоторых после падений даже госпитализировали. Дело в том, что накануне трассы впервые подготовили по мировым стандартам и пролили, как это делают на Кубках мира и Олимпийских играх. Для этого закупили дорогостоящие оборудования, с которым могут работать только квалифицированные судьи. Семочная группа спортивного клуба проверила, как готовят трассы по новым технологиям. Доехать до финиша уже достижение. Участникам чемпионата и Кубка России приходится справляться не только с волнением, но и с трассы. Красноярские склоны не узнают даже местные лыжники. Что уж говорить о приезжих. Это чувствуется, что специально готовили очень жесткое покрытие. Прям нереально жесткое. И так в Корее делают, в Китае, на этапах Кубка Азии там тоже заливают. Как у них, в Красноярске сделали впервые. Хотя проливка или инжекция горнолыжных трасс – большая редкость в принципе для России. А вот на крупных международных турнирах к склонам повышенные требования. Снег должен быть твердым и держать форму даже на последних заездах, чтобы тем, кто стартует в конце, не досталась разбитая трасса. В Красноярске за счет того, что резкоконтинентальный климат, низкие температуры, испарение влаги из этого снега большое происходит. И вот этот снег, который образовался, он имеет такой сыпучеобразный, как песок, структуру. И вроде бы он плотный, а с другой стороны, когда лыжники проезжают, очень много отработки остается от него. И тоже создаются не очень равные условия. Чтобы этого избежать, склон частично превращают в лед. Через специальные трубы впрыскивают воду на глубину до 40 сантиметров. Еще летом здесь провели дополнительные трубопроводы, а в ноябре взяли на пробу снег. Отъезжаешь, берешь из глубины снег, замеряешь его влажность, замеряешь температуру, замеряешь его плотность. У тебя есть данные технические насосных установок трубопроводов, сколько производительность их. Все это сопоставляется, производятся расчеты, и отсюда выходит какова пауза между перестановкой и барсекцией. Больше расстояния, 20 сантиметров. Проливкой занимаются судьи всероссийской категории из разных городов. Санкт-Петербург, Камчатки, Уфы. Они проходят склон сантиметры за сантиметром по команде. Сначала сигнал подавали криком, но уже через пару часов охрипли. На морозе специалисты находятся по несколько часов. За день могут пройти километры. Все это время вода льется и на них. Некоторые придумали даже авторские способы защиты. Новые современные технологии, мусорные мешки и скотч. А почему? Ну, чтобы не быть мокром. А вчера я 6 часов вроде на морозе был мокрый. Порулить немецкой установкой доверили и нам. Оказалось, что управлять ей нелегко. Например, нужно держать форсунки перпендикулярно склону. Еще сложнее удержаться на льду без кошек. После проливки снег в Бобровом лагу стал тяжелее в два раза. Аналогичную процедуру здесь выполнят раньше, чем через год. Уже перед стартами Всемирной универсиады. Сотни тысяч кроссфитеров по всему миру сейчас проходят проверку на прочность. У атлетов начались опены. Это первый и самый глобальный этап отбора на кроссфит-геймс. Чемпионат мира по кроссфиту. Каждую неделю они выполняют новое задание. Его публикует в сети Дэйв Кастро, директор игр. До сих пор ни одному красноярцу не удалось выйти в финал. Мы узнали, какие шансы у наших спортсменов на этот раз. И проверили на себе, по силам ли эти задания обычному человеку. Маффины, пожалуйста. Маффины творожные, давайте так. Это не из творога. Полезная выпечка, фрукты и нераспечатанный алкоголь. Режим в семье Масоловых на первом месте. Все трое – профессиональные армрестлеры, а глава семьи – даже чемпион мира. Но несколько лет назад они вместе с супругой и сыном с головой ушли в кроссфит. Когда мы начинали, у нас ребята поднимали штангу 50 килограмм, и это казалось много. Сейчас у нас новички приходят, и мы их в состоянии научить это делать за месяц. Развивать кроссфит в Красноярске они начали одними из первых. С самого начала пытаются доказать, что функциональные тренировки – это не больно. Естественно, есть стереотипы, которые сложились в российском кроссфите по тем или иным причинам неправильно. Потому что кроссфит – это тяжело, закисление миокарда, переломах и все такое прочее. Сегодня в кроссфит приходят подростки, пенсионеры, домохозяйки и профессиональные спортсмены. Кто-то хочет испытать себя, а кто-то, как ни удивительно, залечить старые травмы. Но почти все со временем пытаются показать свою силу всему миру. Как он весит, если это прыжки на коробку или броски мяча, мы высоту снимаем. Такие ролики ежегодно записывают до 400 тысяч человек из разных уголков планеты. Все они участвуют в онлайн-отборе на престижный мировой турнир «Кроссфит Геймс». Задания появляются в сети каждую пятницу в 8 утра. И так на протяжении пяти недель. Упражнения каждый раз новые. Задача – за отведенное время без ошибок выполнить как можно больше подходов. И тут, как говорят сами кроссфитеры, начинается мясо. Первые раунды нельзя начинать сильно медленно. Девять. Девять. На опенах, как на каких-то соревнованиях, когда ты стоишь на старте, на старт, внимание, марш, тебя махнули. Побежала, начинаются какие-то там бабочки в животе и какое-то дыхание. И так же и здесь. Наталья Масалова участвует в опенах для себя. Говорит, жизнь в зале в это время переворачивается. Все говорят только об одном – упражнениях, числе раундов и результате. Эй, сразу идем, давай, сошел. Раз. Чемпионат на пироге кончивает. Три, два, один. Давай, шел. Здесь были мозоль, они просто уже стерлись на сто рядов. Елена тренируется в Железногорске. Признается, что кроссфит полностью изменил ее жизнь и характер. Например, решилась бросить скучную работу и нашла любимое дело. Да и физически стала намного крепче. Я даже отжаться не могла один раз. Сейчас я строго отжимаюсь, я поднимаю штаны больше своего веса. И я понимаю, что я круче некоторых мужчин даже. Сможет ли неподготовленный человек выполнить эти задания? Мы, как команда самого спортивного канала Красноярска, решили проверить это на себе. Раскачатся. Молодец. Очень хорошо. Восемь раз. Нет, давайте правой. И вы это делаете по 10 раз? Да. Все, я машину могу. Молодец, молодец. А может, у меня руками? Нет. Три. Между тем, все эти упражнения выполняют даже школьники и многодетные матери. Мне много лет. Наталья Пешкина выступает в категории 50+. Таких здесь называют девушками. В своем возрасте по итогам двух недель она стала лучшей в России и второй в регионе Азии, куда входит и Красноярск. Для понимания масштаба тут же борются, например, австралийцы и новозеландцы. Если бы я начала быстрее, я, может, раньше бы сдохла. Начала бы медленнее, дошла бы свеженькой в последнем раунду. Ну, время было бы хуже. Поэтому я подумаю, может, я еще переделаю. Выполнить комплекс можно сколько угодно раз в течение четырех дней. Лучший результат нужно выложить в интернет, а затем ждать нового задания. Уже в апреле станет известно, сколько красноярцев отправится уже на очную ставку в Австралии. И, по словам тренеров, шансы у сибирских кроссфитеров велики. Ну, а теперь наша традиционная рубрика «Один день», в которой мы рассказываем, как проходит будни красноярских чемпионов. Сегодня о герое рубрики Екатерина Банкерова, рогбистка Красного Яра. Как в таком жестком виде спорта оставаться женственной, сейчас и узнаем. Всем привет! Я Екатерина Банкерова, игрок рыбийного клуба «Краснояр». И сегодня вы пройдете день вместе со мной. После тренировочного процесса я решила заскочить в салон красоты. Как любая девушка, несмотря на тяжелый вид спорта, я люблю ухаживать за собой. А сейчас у нас предстоит качественный уход у моего уже полюбившего доктора Татьяны Александровны. Любите себя, девочки, будьте красивыми, неповторимыми. Я люблю очень сильно наблюдать за модой. А сейчас мы заглянем в школу академии стиля и макияжа. Музыка Музыка Вы берете журнал и вырезаете все, что видите там, платье, юбку, брюки, все соединяете и делаете калаш. Это поможет вам, как будто бы вы зашли в один отдел и отработали. Можете собрать по стилистике, либо по колористике. Музыка В свободное время я люблю уделять время для себя любимой. Сходить в какую-нибудь кафешечку, в какое-нибудь заведение. Также заглянуть сюда, к любимым своим друзьям. В кино сходить, видео по снимок, фотографироваться. Это все мое, это личное пространство. В этом я во всем растворяюсь. Я отдыхаю. Музыка 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 Что ж, это был спортивный клуб. Увидимся в следующую пятницу в 12.00. И вы узнаете о спорте по-человечески. Удачи! Музыка Музыка